Республика готова помочь деньгами своим товаропроизводителям в борьбе за российский рынок. Об этом Александр Соловьев заявил во время рабочей поездки в Машгу. В городе работают три крупных предприятия, продукцию которых ждут сегодня по всей стране и даже за рубежом. Как на них отразился режим эмбарго и какую помощь предлагает регион, расскажет Марина Баль. Один из старейших в Удмуртии сыродельных заводов находится в Машге. Предприятию далеко за 80, но здесь новое оборудование и строгое соблюдение ГОСТов. Если сыр, так из натурального молока, а не как завозной из сухого. Но именно такому наш сыр проигрывал по цене. Реализация буксовала, потому зарплаты на предприятии не выше 15,5 тысяч рублей, рассказывали Александру Соловьеву работники. Но новости российских санкций для Европы сыроделок воодушевило. Телефон отдела продаж разрывается от звонков. Наши сыры идут. Екатеринбург, Челябинск, Пель. Но в отдел продаж звонки поступают, потому что отдел продаж нам уже дает предложение по расширению ассортимента, потому что есть предложение, спрос есть. Исполняющий обязанности главы Удмуртии предупреждает с ценой не играть. За ценами на продукты питания установлен контроль, мониторит сейчас каждую позицию. Со спекулянтами будут разбираться, но касается это не только продовольствия. Сегодня все местные товаропроизводители под пристальным вниманием, говорит Александр Соловьев, уже на Можгинской деревообрабатывающей фабрике. Статус у нее редкий. Народное предприятие. Все здесь принадлежит работникам и функционирует успешно. В месяц только детских кроваток здесь делают по три тысячи штук. А детишки не откусят? Нет, нет, нет. Это очень крепко сидит герметик. Он проверен. И вот мы, бракованные, пробовали отколукнуть вместе с деревом. Или сразинка крошится, или вместе с деревом уже отлетает. 20% продукции продают в Казахстан, Словению, Литву, Узбекистан, Францию, Германию. Сотрудничают даже с Соединенными Штатами. Поставляют им заготовки для стульев. И американцы от можгинского шпона отказываться пока не думают. А на предприятии осваивают европейские технологии производства кроватей для взрослых. Оно регулируется по жесткости. В зависимости, вот сейчас, видите, жесткое, так уже помягче. На другом, самом древнем можгинском заводе, благодаря которому и город здесь появился, тоже масса новых разработок. Стекольщики в год выпускают 600 миллионов бутылок. Все расходятся по стране, как горячие пирожки. А вот эти, как свежие огурцы. Такие огуречные бутылки под одноименный крепкий напиток ежедневно отгружаются в Татарстан и Башкирию. Сегодня можгинское предприятие единственное в стране способно выпускать стекло марки «Экстра Флинт». И, как говорят здесь, выбить испанцев и французов с этой ниши. Пока дорогие коньяки разливают в их Тару. Но в октябре можгинские стекольщики запускают новую линию. А здесь все транспортные линии, печь, отжига, сортировка, упаковка. Проект стоит 83 миллиона. Средства свои плюс банковские кредиты. Инвестиционный проект мощности увеличит вдвое. Пойдет прибыль, пойдут зарплаты и отчисления в бюджет. Такие производства республики очень нужны для них в Удмуртии. Хотят создать особую экономическую зону. Как это будет работать, Александр Соловьев объяснил. Привожу пример. Налог на прибыль. Мы ведь сегодня... Идет расщепление этого налога. Та часть, которая сегодня остается или перечисляется в федеральный бюджет, не исключено возможно, что будет оставаться за нами. То есть мы можем эту часть отдать инвестору, который придет. И это очень сумма хорошая, приличная. Этот вопрос Александр Соловьев поднимал на самом высоком уровне. Обсуждал с президентом Путиным. Глава государства идею одобрил и поручил подготовить все документы. Работа над проектом уже идет. Марина Бальюри, Дроздов, телеканал «Моя Урмуртия». Количество целевых мест увеличат в Метакадемии. В следующем году здесь под заказ примут на обучение полторы сотни студентов. Минздрав им приготовил и новые условия, и новые бонусы. Какие? На встрече с журналистами рассказала исполняющая обязанности министра. Алексей Чуршин сегодня 85-й день, как исполняет обязанности министра. Дата шутит не круглая, но предварительные итоги своей работы подвести уже может. Тем более, что проблемы отрасли ему, как медику, хорошо знакомы. И первое – это кадры. Несмотря на то, что сегодня Удмуртская республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и десятое место в Российской Федерации по обеспеченности врачами, а у нас 45,2 врача на 10 тысяч населения, тем не менее испытывается острый кадровый дефицит. Одна из мер, которую Минздрав собирается применять уже скоро – это дать возможность больницам растить нужных для себя врачей со студенческой скамьи. Минздрав собирается поменять условия целевого набора. Каждого целевика прикрепить к конкретному медучреждению, где на протяжении всего обучения он будет проходить практику, а еще от этой больницы каждый месяц получать вторую стипендию в размере примерно 2000 рублей. Условие одно – после окончания вернуться сюда работать. В противном случае ему придется вернуть все потраченные на него деньги. Если студент, несмотря на то, что ему позволили на льготных условиях поступить, несмотря на то, что его учили, занимались, делали его человеком, специалистом, не захочет вернуться в это учреждение, он должен вернуть все средства, которые на него больница потратила, в трехкратном размере, а это уже 432 тысячи. В этом году по целевому набору в Медакадемию поступило 119 человек. В следующем Минздрав собирается увеличить эту цифру до 150. Больше будут принимать и в медучилищах. Ситуации со средним медперсоналом в республике еще более сложные. Оксана Худякова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Библиотеки республики до конца года пополнятся изданиями удмуртских авторов. Помимо этого появятся их версии в формате аудиокниги. Есть и библиотеки, где новинок уже скоро станет еще больше. В Удмуртии подвели итоги конкурса среди библиотекарей. С одним из победителей познакомилась Софья Цыгвинцева. Огромный список изданий, которые уже совсем скоро украсит собой полки этой версии Чинской сельской библиотеки составлен. Но к нему каждый день добавляются новые авторы и названия. По словам Ольги Камашевой, директора и библиотекаря здесь в одном лице, отказать своим читателям она просто не может. Выигранные 100 тысяч в республиканском конкурсе – редкая возможность обновить скромный библиотечный фонд. Даже не поверила сначала, конечно, не поверила. В душе, конечно, очень хотелось выиграть, ну как и всем участникам, наверное. А то, что выиграла, я была в восторге, что выиграла. Сразу появились планы, как это реализовать. Устинова и Пелевин – те авторы, чьи книги в Рзи и Чинцы часто спрашивают, рассказывает Ольга. На них она решила не экономить, заказала уже несколько новинок. Часть средств, посоветовавшись со своими же читателями, хочет потратить на новые сборники Лермонтова. То, что сейчас есть в их библиотеке, еще с далеких советских времен и сильно обветшало. Впрочем, говорит, от грядущего пополнения ее читатели придут в восторг. Книг будет много и на разные возраста. Надо мало. Вот смотрите, в качестве образования, только старые, новых вообще нет. А надо бы. Я хочу, чтобы сюда пришли современные книги, такие как Паула Каэлья, Фредерик Бекбедер. Вот эти книги хочу. Помимо призовых 100 тысяч, Ольга получит еще и личное вознаграждение, которое она сможет потратить по своему усмотрению. Говорит, с этой частью приза еще не определилась, но, скорее всего, поедет в Великобританию. Давно мечтает посетить родину любимых писателей. Софья Цыгвинцева, Руслан Нурьяхметов, телеканал «Моя Удмуртия». К 70-летию Победы республика выделит средства на реставрацию картин удмуртских художников. Решение об этом было принято накануне на президиуме правительства. Республика выделяет 400 тысяч на реставрацию. Средства уйдут в муниципальные образования. Будет объявлен конкурс. И те реставраторы, которые готовы поработать сегодня и восстановить уникальные картины наших земляков. Я думаю, что это по двум муниципальным образованиям. Это Малопургинский район и Киасовский район. Предварительно Союз художников Удмуртия оценил состояние картин наших земляков, посвященных Великой Отечественной войне. Было выделено около 20 произведений искусства, которые нуждаются в реставрации. По заявлению Министерства культуры, в республике есть специалисты, способные дать картинам новую жизнь. В частности, это реставраторы Музея изобразительных искусств. Обычная ижевская пятиэтажка на улице Песочной с недавнего времени стала объектом повышенного внимания. На стенах дома поселились черепаха, киты, другие водоплавающие. Так жильцы решили преобразить облик своего дома. Оценили его и наши корреспонденты. Образование школьное и дворовое. За 11 дней работы Владислав Балаклейский превратил один из ижевских домов в картину «Альманах животного мира». Набирал уже цвет с прай-краской для граффити. Сложности возникали в таких местах, где надо было давать тень, где-то блик и показать, что задний план, ближний план. Сюжет придумали сами жильцы. Видимо, навеяло зоопаркам, что по соседству. Эскиз обсуждали, добавляли новые детали. С трудом в общую картину вписался вот этот кит. Сейчас это граница в районе третьего подъезда, где реализм уступает сюрреализму. Дом преображается с каждым разом. Все это самое вроде выходят, помогает молодежь на площадке. Это самое здесь мы поддерживаем порядок. Хорошо, хорошо, молодцы. Решение принимали всем домом. За новый дизайн проголосовали практически единогласно. Деньги, насколько я знаю, со статьи текущий, по-моему, один из ремонтов, текущий капитальный, не помню. То есть деньги были накоплены жильцами дома в течение предыдущих нескольких лет. И, соответственно, деньги с этой статьи идут на покраску. Сначала строительная грунтовка и фасадная краска, потом сами художество. На цокольный этаж ушло почти 200 банок спрей-краски. Но и на этом художник не остановился. Нарисованный зоопарк дополнили скульптуры водоплавающих. Эта золотая рыбка будет, ну, уже есть. Она будет поливать растения. Я вывел шланг через всю скульптуру и разбрызгиваю тебе. Конечно, есть еще над чем работать. Например, одни жильцы дома переживают, что золотая рыба поливает цветы только в одном направлении. Другие караулят вандалов. Но художник заверил, беспокоиться не о чем. С хулиганами он уже серьезно поговорил. Елена Реверчук, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И на этом все. До встречи на телеканале «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова